Всем привет! Снимаю видео о покупке декоративной косметики в октябре месяце. Всем, кому интересно, я приглашаю вас к просмотру. Первое, что я купила из покупок декоративной косметики, это была вот такая вот подводка от марки Рута. К сожалению, в чеке мне ее не написали, но, по-моему, стоила она 150 или 160 рублей примерно вот в такой ценовой категории. У этой подводки достаточно удобный, тонкий носик, если можно так выразиться. Выглядит сводч этой подводки вот так. Буду пробовать, тестировать, не тестировала, не пробовала, не знаю. Дальше. Сегодня я приобрела палетку за 291 рубль от марки Руби Роуз. Вот так вот она выглядит. Здесь идет трое румян, трое хайлайтеров, три бронзера и три контура. В общем, увидела я эту палетку. Дня три я, наверное, ходила, думала, нужна мне эта палетка или нет. В итоге я для себя решила, что мне эта палетка нужна. Открывается палетка туго, но здесь достаточно интересная палитра. На мой взгляд. Давайте с вами начнем с румян. Сводчи показывать. Румяна очень пигментированные. То есть с ними нужно быть аккуратной, дабы не переборщить. Вообще, я девочке шуршу, потому что мне нужно брать салфетку. У марки Руби Роуз тени вообще хорошие. Ой, к тени румян хорошего качества. Дальше давайте контур покажу. Тоже хорошая пигментация у контуров. Рефилы достаточно мягкие, то есть на ощупь приятные. Дальше давайте бронзеры покажу. И хайлайтер. Сначала мне это как-то палетка не зацепило, но потом я для себя решила, что мне эта палетка нужна. Вот так вот выглядит палетка. То есть это румяна, бронзеры, скульпторы и хайлайтеры. Хайлайтеры можно спокойно использовать как тени. Вот такая вот палетра. То есть румяна, контур, бронзеры, хайлайтеры. Палетка достаточно яркая. Стираю свотчи. И переходим к теням. Теней у меня было тоже немало. Разгулялась я в тенях. И давайте пройдемся по однушкам теней. Значит, сначала я увидела вот такую вот однушку теней от марки Финель. У меня она в номере вот этом, наверное, 1303. Меня здесь заинтересовал оттенок. Я люблю подобные сиреневые оттенки. Давайте свотч тоже сделаю. Вот так вот выглядит свотч. Так, и... 82 рубля стоили эти тени 82,50. Потом я схватила тени Руби Роуз. В общем, у меня их вышло 5 цветов 297 рублей. То есть, один рефил стоил 59,50. Вот такие вот однушки. У меня это 8 оттенок. Долго я около них ходила. Думала, надо, не надо. Но в итоге поняла, что надо. Нужны мне эти тени. Так. Следующий оттенок выглядит вот так. Это в первом оттенке. Давайте мы тоже посвотчим. Я сначала хотела какой-то один взять оттенок, но поняла, что мне они нравятся все. И я их хочу все. Дальше. Вот такой оттенок. Номер 9. Выбирала, выбирала, выбрать не смогла. В итоге мне муж говорит, бери все. Мне и то надо, и это понравилось, и другой понравился оттенок. Изначально я смотрела вот на этот вот оттенок. Такой он какой-то... Ну, я бы сказала, припыленные розы, что ли, оттенок. Либо какой-то чайной розы. Это у меня в номере 4. Красивые оттенки. Они мне понравились. Эту марку я люблю. Так. И последняя тенюшка. В моем любимом зеленом оттенке. В номер 12. Девочки, простите, что шмыгаю носом, но... Заболела. Ничего поделать не могу. В общем, вот так вот смотрится палитра оттенков. Достаточно нежная. Ну и, конечно, звезда, которую я уронила, когда купила, за которой я гонялась, гонялась. И в итоге, когда купила эту палетку, я ее просто грохнула. Это вот такая палетка марки Флёр. Ценник ее вот. 251 рубль. В общем, долго я думала над этой палеткой. В итоге я приняла решение, что мне эта палетка нужна. Меня здесь покорили оттенки. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. В целом, палетка неплохая, красивая. Ну и давайте смотреть сводчину эту палетку. Здесь уже текстура такая достаточно жестковатая у теней. Достаточно пигментация хорошая. Оттенки могут сыпаться, но я на это внимание не смотрю, потому что я всегда делаю сначала макияж глаз, а потом уже макияж лица. Ой, какие красивые. Глубокие, синие, красивые оттенки. В общем, я не пожалела, что я эту палетку купила. Потому что я долго думала, я ходила, я на нее смотрела. Я просто приняла решение, что мне она нужна. И на радостях я ее просто грохнула. Кто молодец? Я молодец. Темные оттенки здесь надо будет немножко поднаславить, потому что полупрозрачно ложатся. Вот такая вот палитра. Поближе. Вот так вот выглядит на руке. То есть достаточно оттенки хорошо пигментированные. Вот эти вот красивые оттенки. И еще одна палетка была. А, эту палетку я вам сказала, сколько стоит, да? И еще одну палетку теней я уже купила в магазине Фортуна. Она мне обошлась, сейчас я вам скажу, сколько. Палетка 634 рубля 40 копеек. Это всем известная палетка марки Vivienne Sabole Acrystal. Их там было несколько, но я остановилась на вот этой самой такой яркой палетке. Я здесь взяла исключительно из-за вот этого оттенка, вот этого. Ну, короче, из-за вот этих вот оттенков я взяла палетку. Мне, в принципе, там понравилась вся серия палеток этих, но так как цена не бюджетная, то... Так, не на том месте начала наносить. Я не скажу, что прям оттенки вау. Я не знаю, стоит ли эта палетка своих денег. Но я просто многих девочек увидела, я тоже ее захотела. В целом, здесь оттенки достаточно интересные, то есть такие разноцветные. Но вот в смысле качества, мне кажется, немножко провальные. То есть, ну, не 600 рубля за эту палетку я бы отдала. Я так думаю. Текстура у теней, ой, достаточно разная. Слабоватая палетка, все-таки не стоит она своих 600 рублей, почти 700 рублей. Может быть, какие-то другие палетки из этой серии, они, ну, лучшего качества. Но именно вот эта цветовая гамма своей ценой не стоит абсолютно. Еще раз вам покажу эту палетку. Не знаю. Как-то я больше вот этой палетки ожидала за такую цену. Но по сравнению с вот этой палеткой, вот эта смотрится выигрышнее. То есть, смотрим, вот эти свотчи за 251 рубль. И вот эти свотчи. Вот так. То есть, так открываем. 600 рублей палетка, почти 700. Ну, не знаю. Спорно. 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 Ну, давайте сотруднёмся с вотчей и покажу вам, что я купила для губ. Не смогла я пройти мимо продуктов для губ. И все-таки кое-что себе притаранила. Во-первых, я себе купила карандаш для губ от марки Эвелин. У меня в оттенке 18 Light Plume. Ну, типа, какая-то слива там. Не знаю, как правильно переводится. Light. Вот такой оттенок. Мне этот карандаш обошёлся в 72 рубля 10 копеек. Дальше я не ушла без помады в 110 оттенке от марки Эстрады. Вот так вот она смотрится. Красивый оттенок. Он мне понравился. И я решила, что мне этот оттенок срочно нужен. Вот так давайте подставить. Вот такой оттенок. Помады, блин. Мне эта помада... Девочки, я не помню, какую сумму мне эта помада обошлась. У меня тоже, к сожалению, не приписали в ценнике. Вторую помаду я заказывала на сайте Wildberries. Это вот эта. Я за ней гонялась в 102 оттенке. Она называется «Завтрак с незнакомцем». А здесь, по-моему, просто, да, 110 оттенок. За этой помадой я прям гонялась. Я многих девочек её видела. И решила, что мне она нужна. Вот такой оттенок. И блески. Без блесков я уйти, ну, просто не смогла. Значит, увидела я вот такой вот голографический блеск от марки «Ламель». Написано «Призм». В оттенке у меня в 402 пинг. Он, в принципе, был там последний. В общем, мне он обошёлся в 223 рубля 90 копеек. Вот этот вот блеск. Они очень приятно пахнут. Я думаю, они на губах будут очень комфортные. А на солнышке так вообще будет просто шикарно смотреться. Вот так он выглядит. Второй блеск тоже из серии «Призма». Голографик «Эффект». У меня в оттенке 0,4. Мне он обошёлся 209 рублей 90 копеек уже этот блеск. Нанесём. Здесь уже текстура такая более липучая, я бы сказала. Вот. Ну, какой он красивый. Вы посмотрите, какая красота. Дальше. Без вот этого блеска от «Париса» я тоже, ну, никак вот не могла, чтобы не уйти. У меня в оттенке 104. Он стоил 168,50. Что-то меня потянуло на голографике. Их там было несколько штук. Я смотрела, смотрела, выбирала, выбирала. Но в итоге выбрала один. Но думаю, что вернусь и куплю себе ещё. Три. Вот он. И два блеска по 190 рублей от марки «Беллита Витекс». Так, камера. Зеркальное сияние, блеск для губ. У меня в оттенке 434. Я там ещё себе один хочу прикупить. Он такой, более какой-то персиковый, что ли. Это первый оттенок. И второй оттенок уже вот такой. У меня в номере 433. Красивый оттенок. Таких всего было три оттенка представлено. И я сначала взяла два. Потом решила, что мне нужен ещё и третий. Они у меня придут чуть попозже. Вот так вот эти блески смотрятся. Ну что, девочки, это были все мои покупки. Сейчас я немножко подниму. Я опустила, потому что у меня на заднем плане косметичка. Вон там мелькает. Но я надеюсь, это не сильно вас смутит. Пишите, у кого какие продукты были. Кто какими продуктами пользовался. И своё мнение. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.